Добрый день! У нас очередной урок по Глади Бо, третий урок. За хороший шедух Арон Арьебен Двойра, за поднятие души моего папы Яков Бен Нахум, моего дяди Владимир Бен Григорий, за поднятие души Урин Бен Харитон, и за здоровье Полина Перлба, Соня Сура и Светлана Батклара. Написано в главе Бо, что Ниссан, первый месяц, это у нас первый месяц из месяцев года. У нас существует четыре Новых Года, вот один из них, Новый Год царей, первого Ниссана. Если Вышли сказал, десятого Ниссана, возьмите себе ягнят или козлят, мы их взяли, привязали к быльцам кроватей, на улице, где они не стояли. И они у нас были привязаны до 14 дня месяца Ниссан. На четыре дня они были привязаны. Что это такое? Египтяне, они поклоняются мелким животным, домашним овцам, в данном случае, вот допустим. И они их не едят. Это священное животное, как в Индии корова. Поэтому, это была трагедия для египтян. Они не могут ничего нам сделать, потому что Всевышний их уже просто вывел, просто их довел до этого состояния. Что они уже просто беспомощные в Боге, их не беспомощные стоят, блеют, эти ягнята, козлята, и они ничего не могут сделать. Просто подавлены. Всевышний сказал, что мы должны 14-го числа зарезать этих ягнят, козлят. И нужно было взять кровь и взять траву и соп, обмогнуть траву в кровь и обмазать притолоку и оба косяка внутри наших домов. Всевышний сказал, чтобы ангел-губитель миновал ваши дома. Песох перескочил, так переводится это слово. Ягненок, кстати, тоже называется Песох пасхальный. Мы это сделали, и Всевышний начал казнь, которая называется казнь первенцев. Он предупреждал, что умрут первенцы, фараон это не слушал. И казнь называется не казнь первенцев, а казнь первенцами. То есть первенцы сказали фараону, отпусти этих людей, чего мы должны умирать. А первенцы это крепкие люди, они самые сильные. И они начали убивать египтян. Сами первенцы египетские начали убивать. Начали убивать своих врагов, которые не хотели отпускать, вельмож разных фараона. В общем, это был целый бунт. И все равно фараон не отпустил. И ночью ангел-губитель начал убивать. И он убил всех первенцев в стране египетской. И написано, что не было дома, где не было мертвеца. Но мы же с вами читаем в Торе, написано, что мальчик, который открывает утробу своей матери, является первенцем. Если мальчик родился с помощью кесаревого свечения, он уже не первенец. Или если первая родилась девочка, то следующий. Если родится мальчик, он не будет первенцем. Девочка не является первенцем. Получается, что не во всех домах должна быть эта трагедия. Но не тут-то было. У египтян нет. Кто первый, тот и первенец. Девочка, мальчик, все это первенцы. Мало того, египтянки жили с разными мужчинами, и у них мог быть первенец от другого мужчины, который является его первенцем. То есть не было дома, где не было бы мертвеца. Такая была трагедия. Одна знатная египтянка сказала Маше, ну это меня казнь не коснется. Мой сын уже давно умер, и поэтому у меня эта казнь не коснется. Он говорит, ты еще будешь больше всех страдать. И когда началась эта казнь, то собаки разрыли могилу, вытащили останки ее сына, и она была в шоке. Подавлена была от такого страшного события. Это был ужас. В общем, фараон сам прибежал и начал упрашивать, что мы уходили. Говорит, идите, возьмите ваших коров, все возьмите, все скот, все уходите, только уходите. И мы, пишется, ушли на глазах у всех египтян. Мы не ночью ушли, как воры. Мы ушли на рассвете, на глазах у всех египтян пишется. Мы взяли золото, серебро, то, что Всевышний сказал, взяли в долг у соседей своих, так Всевышний сказал. Они действительно нас ограбили. Действительно, 500 лет нашего труда были потрачены впустую. Они все это забрали. Теперь Всевышний сказал, все забрать и уходить. И написано, они опустошили, а не Египет. Так мы ушли из Египта. И мы пришли в место, которое называется Суккот. Суккот, это было место, названное в честь того, что нам Всевышний подарил облака славы. То есть мы нашли как бы в Сукке. Сука как шалаш. У нас была защита этими облаками. Они с нами ходили по пустыне все 40 лет. И самый тяжелый шаг был выйти из Рамзеса в Суккот. Потому что люди, которые родились с рабами, никогда из Египта не выходили. Они не имели права выйти никуда. И тут, он говорит, идите. Это было что-то невероятное. И действительно вышла пятая часть евреев из Египта. Плюс многочисленная толпа иноплеменников. Всевышний не говорил это взять машину. Машина в свое усмотрение взял их с собой. В общем, мы вышли из Рамзеса в Суккот. И это был шаг, когда нет никаких чудес, вот идите. И после этого уже Всевышний нам подарил облака славы. И тогда нам уже было легче. Но шаг этот из Рамзеса в Суккот непростой. Мы его преодолели. Всем всего самого наилучшего. До следующих встреч. До свидания.